Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 5 июня, День Святаго Духа. В следующий за Пятидесятницы день, то есть в понедельник, совершается праздник в честь Святаго Духа, потому сам день иногда называется «Понедельник Святого Духа». Святой Дух един с Отцом и Сыном во всем, посему Он и совершает с ними все, будучи самовластным, всесильным и благим. Через Него подается всякая мудрость, жизнь, движение. Он источник всякой жизни. Он имеет все, что имеют Отец и Сын, кроме нерождения и рождения, исходя от единого Отца. Но в чем состоит исхождение Святаго Духа от Отца, для нас непостижимо, как непостижимо и рождение Сына. Поэтому Святая Православная Церковь никогда не решалась подвергать эту тайну Божества человеческому рассуждению, но всегда исповедовала ее согласно с учением Спасителя нашего Иисуса Христа. Господь открывает человеку только то, что необходимо для его спасения, и многие тайны остаются для нас за непроницаемой завесой. Обогащая человека духовными дарами и растя в нем плоды духовные, Дух Святой украшает человека и многообразными добродетелями, делает его, по слову Писания, древом добрым, творящим и плоды добрые. Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается в плодах Духа, к которым относятся, по словам апостола Павла, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Учение о Святом Духе в службе праздника можно условно разделить на две части – ипостасные свойства Святаго Духа и его действия в мире, то есть промысл. К учению об ипостасных свойствах Духа можно отнести утверждение о его самобытности, равенстве Богу Отцу и Богу Сыну в достоинстве и власти. Отеческая божественная сила, грядущая есть самоповелительная. Якоже благоволи самовластно, необладанный исходит Дух от Отца. Также делается акцент на различии между исхождением Духа от Отца и его посланничеством от Сына. «Дух от Отца исходяй, и Сыном верным нам явлейся подавателен». «Всесвятые души, исходяй из Отца и Сыном пришеды к бескнижным ученикам». Здесь выражена важная идея православной догматики. Ипостасное бытие Святой Дух получает только от Отца через исхождение, тогда как в послании Святаго Духа в мир, которое является актом домостроительства, может принимать участие и Сын. В принципе, это можно рассматривать как поэтический парафраз слов Христа, «Когда же приидет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит». О действиях Святаго Духа в мире подробно говорится в Третьей стихире на Господе Возвах. «Вся подает Дух Святый, точит пророчествия, священники совершает, некнижные мудрости научи, рыбари-богословцы показа, весь собирает собор церковный». В каноне же особо акцентируется внимание на том, что именно Дух Святой очищает человека от греховной скверны. «Он же делает людей причастниками благодати Божией, сообщает им святость. Нашедшая сила днесь сия, Дух благий, Дух премудрости Божия, Дух от Отца исходяй, и Сыном верным нам явлейся подавателен, в них же вселяется естеством святыни, в ней же зрится». Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского Фригийского, празднуется обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского, честуется собор Ростова Ярославских святых, преподобной Ефросине Игумене Полоцкой, Паисия Галичского Архимандрита, преподобно-мученика Михаила Савваита Чернористца. Празднуется обретение мощей мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Цимагиной, Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной. Совершается празднование иконам Божьей Матери Кипрская Тупичевская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва и днем Святаго Духа. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова